Здравствуйте, мои любознательные телезрители! В эфире очередной выпуск занимательной и познавательной передачи «Культ Просвет». Как обычно, я, Екатерина Старосветская, постараюсь дать вам очередную порцию новой и полезной пищи для ума. Так что не переключайтесь, будет интересно. И уже по доброй традиции я начну передачу с рубрики «Пятидневка за пять минут». Одинцовское объединение самодеятельных художников «Этюд» на сегодняшний день насчитывает около сотни живописцев. Многие из них с удовольствием выставляют свои работы в нашем краеведческом музее, а также охотно делят эту площадку с коллегами из других городов. Ежегодно свои лучшие полотна здесь выставляют и наши ближайшие соседи – звенегородские художники. Осенний вернисаж был озарен лучами солнца и пестрящими красками с живописных полотен. Международный благотворительный фонд «Юрия Розума» на протяжении десяти лет занимается поиском юных талантов и их всесторонней поддержкой. Одаренные музыканты в возрасте от семи до восемнадцати лет получают стипендии фонда. Фестиваль, где рождается искусство, проходит в разных городах и странах. Одинцову в этом смысле действительно повезло. Именно наш город «Юрия Розум» выбрал для проведения очередного музыкального конкурса. Ежегодный фестиваль «Мода и музыка» – это самое стильное и фееричное событие в нашем районе. Оно проводится в рамках Дня пожилого человека. На площадку в Голицыно съехались активные пенсионеры-модники со всей округи и продемонстрировали свои необычные идеи в ярких театрализованных дефиле. Сценические выходы делились не только по стилям одежды, но и по национальному колориту. Как же зажигательно балагурят на театральных подмостках наши одинцовские пенсионеры. И сразу после краткого обзора культурных событий я предлагаю не спускаться со сцены, а продолжить речь о таком волшебном и таинственном искусстве, как театр. Сегодня я постараюсь заразить вас своей любовью к театру. Это однажды уже сделал Виссарион Григорьевич Белинский в своем произведении «Литературные мечтания». Итак, к вашему вниманию отрывок из знаменитого монолога. Кстати, его чаще всего и выбирают абитуриенты для вступительных экзаменов в театральные институты. Театр. Любите ли вы театр так, как люблю его я? То есть со всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как вздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Театр это храм. Это подлинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, забываете о житейских отношениях. Здесь ваше холодное «я» исчезает, растворяется в пламенном эфире любви. Если вас мучит мысль о трудном подвиге вашей жизни и о слабости ваших сил, здесь вы ее забудете. Если когда-нибудь ваша душа жаждала любви и упоения, в театре эта жажда вспыхнет вас с новой неукротимой силой. Но возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человеческую? О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если сможете. А теперь в рубрике «Welcome to Russia» я предлагаю вам отправиться в сельское поселение Жаворонковское. Там находится уникальный в своем роде театр, а точнее театральная молодежная студия «Крылья». Ее руководитель Ольга Кобецкая поделилась со мной впечатлениями о гастрольной жизни, о принципах работы в творческом коллективе и о постановке удивительного спектакля про Федота-стрельца «Удалого молодца» по сказке Леонида Филатова. Так что вашему вниманию Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Ольга, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что для вас значит само слово «театр»? Это храм искусства, живой организм или родной дом? А может быть, все одновременно? Театр, я думаю, что это гораздо больше, чем все, что вы назвали, потому что театр – это моя жизнь. Мы находимся 24 часа в сутки практически в театре, и каждый раз думаем о том, что какое счастье, что мы можем работать столько, сколько хотим. Это, в общем-то, для неискушенного человека безумный абсолютно мир, потому что с самого утра до позднего вечера в разных классах, в разных студиях кипит жизнь. Здесь танцуют, здесь поют, здесь занимаются сцен движением, тут отрабатывают пластику, здесь речь. Можно из разных кабинетов услышать какие-то ужасные окрики, выкрики, потому что люди репетируют свои роли. Ну и, конечно же, на сцене «Святая и святых» проходит репетиционный процесс. Все это становится еще более уникальным в нашем театре, потому что вовлечена молодежь. Естественно, когда это молодые люди, люди в основном, основная труппа – это от 18 до 30 лет. Глаза горят, все время какой-то драйв. Даже когда мальчишки убегают просто пообщаться, выпить кофе, что-то, все равно разговор идет о том, какие роли сыграли, что получается, что не получается. То есть без этого просто невозможно жить. Даже когда мы расстаемся, мы иногда так устаем друг от друга и думаем, что надо бы отдохнуть. Но побыв день-два друг без друга, мы начинаем писать, звонить, мы начинаем вконтакте сидеть, потому что уже не хватает этого общения. Поэтому театр – это действительно храм, который мы действительно почитаем. И, скажем так, в него нельзя входить с грязными ногами, с грязными руками и с грязными сердцами. Это, конечно, и жизнь, это, конечно, и песня нашей души, это, конечно же, и зритель. Потому что театр не может существовать без тех людей, которым мы дарим эту сказку и эту радость. И люди, которые собираются посмотреть на нас и поаплодировать нам, посмеяться, поплакать вместе с нами. Это главное, что у нас есть. Я всегда говорю, что актер – уникальный человек, он может жить без еды, без хлеба, без питья, но он не может жить без аплодисментов. Ольга, а как вам удается поддерживать в ребятах вот этот дух неиссякаемого творчества? Вот этот молодежный драйв, вот это же действительно сложно, тем более с молодежью. Я думаю, что все очень просто, потому что еще с детства меня называли пионерская зорька. То есть человек, который не может жить спокойно. Я сама задаю этот тон, потому что действительно я умею делать все быстрее, чем даже очень молодые ребята. И они тянутся за мной, и поэтому, наверное, кипит жизнь. Потому что не секрет, что каждый строит свой храм искусства, и, в общем-то, все зависит во многом от руководителя. Я очень люблю молодежь, я сама по духу своему, не знаю, мне кажется, что мне осталось 18 лет. Я прыгаю, бегаю, мне нравятся какие-то новые движения, какие-то новые начинания. Я стараюсь поддерживать, отсекать что-то. Я всегда всю свою жизнь работаю с первозданным материалом, потому что я не хочу переучивать, переламывать, переделывать. Лучше взять чистого человека из чистого листа, делай то, что ты считаешь нужным. И я думаю, что вот эта общность интересов, скажем так, драйв руководителя и поддержание ребят, я думаю, что вот это дает все вот такую необыкновенную атмосферу. Энергетику. Да, энергетику. Сегодня мы играем Федота Стрельца, удалого молодца, но сегодня мы играем его впервые на улице. Играем мы его на улице, в общем-то, для этого сделали специально студийную запись, потому что невозможно работать с куклами в черном кабинете, еще каждому микрофон, потому что занято 28 актеров в этом спектакле. Что получится, посмотрим. Но это проект уникальный, потому что куклы созданы нами, нашими руками. Они не только придуманы, они и сшиты в наших мастерских. И это уникальный проект, ничего подобного не было. Этот спектакль получил международную премию на Славянском перекрестке. Ну и очень надеемся, что понравится и жителям Жаворонковского поселения. Ребятам предстоит сложно сыграть, потому что нет нужных кулис, нет задника, нет черного кабинета как такового. Но я думаю, что хорошее настроение, которое мои друзья постараются передать зрительному залу, я думаю, что все-таки это окупится. А теперь я хочу познакомить вас с прекрасной женщиной, заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино. И по совместительству с женой Олега Табакова, Мариной Зудиной. На сегодняшний день Марина одна из ведущих актрис знаменитого МХАТа имени Чехова на Камергерском переулке. Специально для традиционной в культпросвете рубрики «Даешь интервью» она выделила несколько минут из своего насыщенного графика и поведала нам, какое место в ее жизни занимает театр. Театр Театр – это жизнь моя, даже образ жизни. То есть я не могу сказать, ну профессия, понятно, но все-таки это определенное мировоззрение. Театр – как бы способ, наверное, жизни. Вот так вот. Это ваш дом, можно назвать это вашим домом? Вы знаете, ну дом я считаю, что у человека все равно должен быть, потому что дом – это тыл, это дом, где ты всегда нужен. В профессии мы немножко зависим не только от наших желаний или способностей или стремлений, но все-таки от того, какие планы у театра или у конкретного режиссера. Вот, здесь могут возникать определенные сложности, но я надеюсь, что вот та команда, с которой я работаю, режиссер, с которым я работаю, Костя Богомол, в последние годы, вот, ну да, есть ощущение людей, близких тебе по крови, есть ощущение людей, говорящих на одном языке, можно назвать это театр в театре, вот, хотя, когда мы все вместе собираемся в какие-то праздники, вся труппа Московского художественного театра и театра Табакова, то мы друг с другом, нам хорошо. Я не знаю, можно ли сказать, что это дом, я не считаю, что театр должен для человека быть единственным домом, все-таки есть наши близкие дети, близкие нам люди, родители, вот. Но это радостно, когда ты туда приходишь и ты, наверное, чувствуешь, вот, я бы так сказала, осторожно, так же комфортно, как дома и понимаешь, что ты так, так же нужен. И то, что ты там находишься, кому-то необходимо, ну, так же, как дома. Не стало бы знак равенства ставить, для меня в большей степени дом, потому что муж мой руководит там двумя театрами, наверное, в большей степени для меня дом. А вообще, мне кажется, что можно приходить в гости, совершенно замечательно себя чувствовать, и это, может быть, ставим вторым домом. Вот так. И в завершении Культ Просвета в рубрике «Мир, труд и Ютуб» я покажу вам уникальные кадры с репетицией Константина Сергеевича Станиславского. Он не только гениальный режиссер, но и основатель теории сценического искусства в нашей стране. Вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко в 1898 году он создал художественный театр и руководил им. Итак, хроника прошлых лет из цикла «Работа актера над собой» специально для вас. Она смеется над тобой. И по делам скажу я прямо. Обманывать себя возможно ли так упрямо? Ведь не сердись, друг милый мой. Но где же видно, чтобы человек почтенный себя, семью, позабыл? Для личности далеко не почтенный. Будь справедлив. Постой. Постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ведь ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну стоп, остановись. Вот слушайте. Значит вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Насколько возможно. Ощупывали друг друга или нет? Насколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали собственно выкладывать свои, каждый свое мнение. И вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушивает, тот говорит. А вот это все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение подготовить? Вы когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольститься или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения или вы сразу начали играть сцену? Это было последнее. А вы должны эти слова, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к общению. Вот этим ощупыванием во время этого монолога вы, то есть диалога, вы друг друга так зондировали. В конце культ просвета процитируют древних греков, фини и таля комедия. Так они говорили в конце любого театрализованного действия. Надеюсь, вам было интересно и вы подчеркнули для себя много новой и полезной пищи для ума. Ведь есть одно золотое правило 21 века. Тот, кто владеет нужной информацией, владеет целым миром. Пусть в вашей душе всегда царит дух неиссякаемого творчества и каждый день будет непременно лучше предыдущего. Хватит сидеть дома, ведь театральный сезон, между прочим, уже давно можно считать открытым. С вами была Екатерина Старосветская. Всего вам доброго и следите за следующим эфиром.